Всем привет! Это проект Другая Кухня и с вами я, Валерия. Сегодня продолжаем удивлять гостей. Приготовим закусочные пирожные. Такие настоящие, брутальные, мужские. Очень вкусные. Рекомендую. Мы будем готовить два вида теста. Для первого нам понадобится 200 граммов шпината, небольшой пучок петрушки, 3 яйца, соль, пол чайной ложки разрыхлителя, 3 столовые ложки муки, 1 столовая ложка сметаны и 2 столовые ложки растительного масла. Яйца разделяем на белки и желтки. В белки добавляем щепотку соли и взбиваем. Вот такие белки у нас получились. Теперь займемся желтками. В них тоже добавим небольшую щепотку соли. Сюда же сметану и растительное масло взбиваем. Сюда же отправляем мелко порубленную петрушку и точно так же порубленный шпинат. Он у меня еще немножко подмороженный, но сейчас разойдется. Добавляем муку и разрыхлитель. Все хорошо перемешиваем. Аккуратно вводим взбитые белки. И практически так же, как мы делаем при изготовлении бисквита. Тесто получается невероятно воздушное. Отправляем его в форму. У меня она диаметром 26 сантиметров. Я использую силиконизированную бумагу, поэтому я ничем ее не смазываю. Если вы используете обычную бумагу, обязательно смажьте. Лучше смесью растительного и сливочного масла. И даже добавив чуть-чуть муки, тогда у вас ничего не пристанет. Выравниваем и отправляем выпекаться в духовку при температуре 200 градусов минут на 25. Ориентируйтесь на свою духовку. Готовый корж может немножечко подсесть. Это нормально. Остужаем его. И теперь вот так вот аккуратно снимаем бумагу. Хорошая бумага снимается сама. Как видите, вообще нигде ничего не цепляясь. Лучше такую и поискать. Для второго теста нам понадобятся абсолютно те же продукты, кроме шпината. Вместо него мы возьмем одну чайную ложку паприки. Процесс приготовления ничем не отличается, поэтому показывать я его второй раз уже даже и не буду. Второе тесто получается яркое. Такое оранжевое, красивое очень. Если у вас крупные яйца, можно добавить сюда пол столовой ложки кукурузного крахмала. Ну а так, в принципе, нормально схватится. Точно так же выравниваем и выпекаем. Осень, пара кризисов и переживаний. И тут, как нельзя кстати, подойдет книга Мишеля Ульбика «Серотонин», которую вы можете скачать на Литрес. В романе, написанном одним из самых популярных французских писателей, показана совсем не туристическая Европа. Уильбик ярко и жестко раскрывает нам обратную сторону европейского развития, где произошла катастрофическая подмена понятий. В попытке обрести счастье современный европейский человек выбирает секс вместо отношений, таблетки вместо работы над собой и прошлое вместо настоящего. В итоге рушится все. Семьи, людские судьбы и даже цивилизация в целом. Книги Ульбика очень часто считают пророческими. Читайте и сделайте свой собственный вывод об этой провокационной книге. По нашему промокоду «Кухня» вы можете скачать две книги бесплатно и получить 25% скидки на Литрес. Просто активируйте бонусы по ссылке. Теперь приготовим начинку. Для нее нам понадобится 200 грамм отварного куриного мяса, 200 граммов сыра, 1 небольшая фиолетовая луковица, 3-4 маринованных огурчика, сметана и майонез в равных пропорциях, черный перец. Можно еще взять соль, но у меня сыр солоноватый. Дальше все просто. Соединяем натертый на мелкой терке сыр на крупной терке огурцы. Добавляем мелко порубленную луковицу. Я даже половинку взяла. Сюда же мелко порезанное мясо. Можно, кстати, взять колбасу, ветчину, все, что вы любите. Черный перчик, сметану и майонез. Все перемешиваем, начинка готова. И теперь вырубкой, или можно стаканом, делаем вот такие вот круглые заготовки для наших пирожных. Оранжевые и зеленые. Корж со шпинатом используем как основу. На нее наносим нашу намазку. Так, достаточно обильно. Хорошо распределяем. Сверху покрываем вторым видом теста. И откладываем в сторонку пока. То же самое проделаем со всеми остальными пироженками. Для украшения возьмем пару ложек творожного сыра. Я добавлю еще одну ложечку сметаны. И все хорошо перемешаю, чтобы он действительно был такой кремообразный. Чтобы это было прям очень похоже на настоящие пироженки, я выложила крем в кондитерский мешок. И вот теперь вот так вот украшаю. Ну а чтобы точно было понятно, что это пирожные закусочные, украсим их чем-нибудь соленым. Я взяла оливки. Вообще на Новый год всегда что-нибудь есть такое красивое. Где-то икра, где-то кусочек ветчины красивой или сырокопченой колбасы. Поэтому украшаем то, что есть дома. Оливки, мне кажется, здесь будут идеально сочетаться именно с огурцами. У любителей острого у меня есть вот такая сухая аджика домашнего приготовления. Небольшие кусочки можно добавить для декора. Они как чипсы. Вот такая красота и вкуснота у нас получилась. Посмотрите, какие яркие, интересные и очень вкусные пирожные мы сегодня приготовили. Обязательно готовьте их на Новый год. Удивите гостей все непременно. Все, с вами была я, Валерия. Это проект Другая Кухня. Завтра приготовим еще что-нибудь фееричное. Продолжение следует... Продолжение следует...